Здравствуйте! В этом видео я хочу показать вам бесплатный плагин для WordPress, с помощью которого вы сможете внедрять красивые, симпатичные, легкие, анимированные иконки и любую анимацию в формате Lottie.json. Настраивать эту анимацию, цвета, как будет вести себя иконка, будет ли срабатывать анимация при клике мыши, при наведении мыши, зацикленная анимация, задержка анимация, анимация с разных источников, а также внедрение анимации в популярные конструкторы Elementor, Divi, в любом месте вообще, где можно вставить шорткод, так как этот плагин позволяет выдавать шорткод, и мы сможем вставлять где угодно красивые, анимированные, современные иконки Lottie. Меня зовут Федор Васильев, и прошу вас к просмотру этого видео. Итак, на своем демо-сайте сначала давайте посмотрим, как это может выглядеть. Вот, например, 3D-анимация Lottie, а вот тут у нас иконки Lottie. Сейчас это все находится на демо-странице с использованием Elementor, бесплатного Elementor. Также это можно вставить и в Gutenberg, и давайте рассмотрим. Нам потребуется бесплатный плагин. В админке сайта WordPress переходим в плагины, добавить новый. В репозитории, в поиске, вбиваем название плагина. Название плагина также у меня будет отражаться в статье на моем сайте fedorvasiliev.com, а также все ссылки на сайты, необходимые для этого плагина, для анимаций, чтобы скачать готовые анимации, Lottie и так далее. Все это я предоставлю в статье. Соответственно, если вы это видео смотрите с YouTube, ссылка будет на статью в описании под видео. Итак, вот иконка данного плагина, вот он в целом этот плагин. У меня он уже установлен, активирован. Вы здесь нажимаете установить и активировать. После активации данного плагина вы переходите в плагины, находите его здесь. Вот он. Здесь будет такая ссылка. По ней прям правой кнопкой мыши открыть в новой вкладке браузера. Она вам потребуется. Это страница анимированных иконок Lottie. Именно сервис иконок от этого плагина. Естественно, большинство плагинов здесь платные. Давайте посмотрим, как вообще с этими иконками работать, как размещать на сайт и так далее. Здесь сразу вы можете отсортировать слева в колонке Free Icons. Это бесплатные отображения только бесплатных иконок. Их, конечно же, тут достаточно мало. Но мы посмотрим с вами и сторонние сервисы Lottie анимаций, где вы можете скачать другие анимации, где там намного больше бесплатных анимаций. Сейчас чуть позже дойдем. Также в левой колонке здесь все разбито по категориям. То есть, если вы готовы платить за интересные вариации иконок, то здесь выбор есть. Как работать с иконками. То есть, при наведении на иконку вы можете просто видеть, как она будет на вашем сайте анимирована. То есть, это сопровождение какого-то контента. Вот вы делаете лендинг, например. Сопровождение иконок каких-то блоков. Обычно это заголовок, текст, что-то такое. Возможно, как-то по-другому. Или вот здесь, например, у меня выведена анимация. Здесь может быть текст и так далее. Итак, как работать с этим сервисом? Здесь, кликнув по иконке справа, вы можете видеть иконку переключателем. Задавая сразу фон иконки, чтобы она была с фоном. Так вот она будет с прозрачным фоном. Также цвета можете прямо здесь, если вы качаете по штучной иконке. Например, лямки у этой маски. Вот вы видели, я покрасил зеленый. Кликаю по черному цвету, выбираю, например, красный. Это будет, вот видите, красится сама маска. Также толщина, по сути, линий. У нас анимация состоит из линий. Вот здесь можно управлять толщиной. Вот сейчас она стала жирнее. И дальше, например, вы готовы скачать эту иконку. То есть сначала мы скачиваем иконку в формате JSON на компьютер. Загружаем ее в Media Manager на WordPress. Мы можем также получить ссылку на иконку и использовать на сайте, чтобы как бы иконка подтягивалась с сервера разработчиков. Но я боюсь, что это может навредить сайту в плане скорости. То есть будет тормозить сайт. Лучше все скачивать, если такая возможность, и загружать на сайт. В данном случае такая возможность у нас есть. Есть кнопка Add to Collection. Добавить в коллекции. Сейчас об этом поговорим. Вот кнопка Download. Это скачать. И кнопка перенаправит вас на еще одну страницу сервиса, где вы можете более детально настроить данную иконку. То есть по клику по кнопке Download нам предоставляют вариации, например, HTML кода, где мы можем просто взять HTML, вставить на сайт, не заморачиваясь. Также скачать JSON-Lotty. Вот то, что нам и нужно. Вот этот вот пункт. Дальше скачать ее в GIF-анимацию, в MPEG-4, ну и другие форматы. То есть кликнув по кнопке, всплывает окно. Вот можем убедиться, что точка JSON. Вот это нам и нужно. То есть это идет название, которое можем переименовать на свое название, только не русскими буквами, естественно. И точка JSON. Либо я предлагаю добавить в коллекцию, потому что вы выберете сразу несколько иконок. Иконки, настройка иконок цвета вы можете настроить непосредственно на сайте WordPress. Вот эти цвета. То есть качая иконки именно с этого сервиса, есть такая возможность. Если будем качать иконки с других сервисов, там не будет возможности менять цвета. Но цвета можно будет менять, соответственно, в сторонних сервисах, скорее всего. Смотрите, Free Icons. Например, как быстро это сделать. Во-первых, вы видите, здесь я авторизован. Можно авторизоваться через Google, просто имея Google почту. Я авторизован. И теперь что я делаю? Например, я выбираю иконку, кликнув по иконке. Я нажимаю Add Talk Collection, добавить в коллекцию. У вас здесь будет сначала предложено создать папку. И назвать ее как-то. Называйте. Создаете. Я назвал папка 1. И теперь уже я просто могу кликнуть по этой папке. И эта иконка поместилась в коллекции. Давайте добавим 4 иконки. Например, вот эта иконка. Я нажимаю по иконке, соответственно, потом на кнопку добавить в коллекцию. Выбираю свою папку. Дальше, например, вот эту иконку я выбираю. И делаю то же самое. И, например, вот эту еще. И добавить в коллекцию. Дальше я навожу мышь на свой аккаунт здесь. И выбираю папку коллекция. Я вижу, что у меня здесь я тестировал этот плагин. Есть и другие иконки. Давайте я их удалю. Можно просто навести на иконку, видеть, иконку корзиночки. Вот так вот это все удаляется. И оставлю вот в коллекции 4 иконки. Теперь я могу редактировать, удалить все. Либо нажать здесь Download. И сейчас сформируется zip-архив. И вы должны понимать, что вы скачаете целый набор этих иконок. Давайте рассмотрим. Нажимаю сохранить. Выбираю папку на компьютере. И нажимаю сохранить. Итак, открываю папку. Здесь нам нужно обязательно архив распаковать. И вы увидите целый набор файлов. Архив я удаляю. Я объясню. Здесь у нас сразу скачалось 8 иконок. Например, с цветом. То есть разноцветное. То, что мы выбрали. И та же иконка в одном цвете. Эти файлы у меня помечены вот с такой иконкой. У вас это может быть другая иконка. То есть это лисичка браузера Firefox. То есть данный файл открывается у меня по умолчанию этим браузером. Если вы уже такой файл открывали другим там браузером, то у вас возможно будет другая иконка. Вы просто смотрите на название. Видите точка JSON. То есть это вот эта иконка, вот эта иконка, вот эта, вот эта. Вот эта все иконка. То есть получается 8 штук. Как я и говорил, 4 иконки мы скачали. И автоматически нам сервис предлагает еще 4 в одном цвете. Также мы получаем здесь SVG. Вы видите SVG. Те же иконки нам делают в SVG формате. Возможно они вам пригодятся. Также EPS это формат иллюстратора. Нам предлагают формат, то есть проект по сути, который мы можем открыть через иллюстратор. И данную иконку мы сможем, если мы владеем навыками иллюстратора, мы можем там ее редактировать. А также нам дают еще копию проекта для After Effects программы. То есть открыть эту иконку через After Effects, если мы хотим ее как-то под себя еще доредактировать, там как-то ее изменить и так далее. Если вам эти файлы не нужны, вы просто вот их все удаляете. Нам нужно только JSON. Итак, открываем Media Manager. И я сейчас подгружу только четыре иконки с зажатым контролом в формате JSON. Перетаскиваю в эту область. Все, вот у нас идет. Видите, спокойненько в Media Manager у нас JSON подгрузился. Давайте сначала проверим, как работать с Gutenberg, потому что все-таки он направлен больше на работу с Gutenberg. Для этого нам потребуется просто создать любую страницу. Я создал страницу, назвал ее иконки. Заходим сюда. Здесь кликаем по плюсу. У вас должна быть вот такая иконка. Вы ее здесь в первый раз не увидите. То есть эта иконка добавляется от плагина, который мы с вами установили. Бесплатный плагин. Здесь есть поиск. Вы в поиске вбиваете название плагина. Вот как это выглядит здесь. Вот появляется эта плитка. Кликаем по этой плитке. Здесь она у нас подгружается. И мы можем вставить URL. Если мы не хотим заморачиваться с скачиванием иконок и загрузки их на сайт, соответственно, URL можно будет получить отсюда. Так как мы загрузили иконки, мы нажимаем здесь на кнопку Select Icons. Кликаем по иконке и нажимаем Выбрать. Она у нас подгрузилась. Она у нас очень маленькая. Давайте с вами настроим. Ниже видим размер. Включаем. Размер делаем, например, 200. Вот мы ее видим. Следующие опции позволяют нам уменьшать толщину линий. Дальше Color. Это цвет выбираем. Видим, у нас есть темный, есть зеленый. Видим, галочка стоит темный. Кликаем здесь Выбор цвета. Выбрали, например, вот синий. Здесь зеленый у нас выбран. Я возьму такой вот некий фиолетовый. Далее. Здесь у нас есть шорткод. Сейчас мы с ним, с вами поработаем с этим шорткодом, пока его не трогаем. Мы сейчас работаем именно с иконками для страницы, например. Соответственно, шорткодом вы сможете вставить эту иконку где угодно. В конструкторе DV, Elementor, других конструкторах, в шаблонах, в статьях и так далее. Самое интересное, вот выше мы пропустили. У нас есть такой триггер. И здесь можно выбрать клик. То есть по клику мыши, вот вы видите, я кликаю. Та анимация, которая была заложена в эту иконку, она срабатывает по клику. Вы это видите. То есть вы сами решаете, как вам нужно, чтобы эта иконка взаимодействовала. Hover – это у нас при наведении. Вот я навел мышь, по сути, в демонстрации уже мы это видим с вами. Дальше Loop – это зацикленность. И сразу появляется новая опция Delay. Мы можем поставить 2000. Это у нас в миллисекундах. По сути, это 2 секунды. То есть идет зацикленная анимация, но с интервалом в 2 секунды. Не надо наводить мышь, не надо кликать, она сама будет проигрываться. Дальше есть Loop on Hover. То есть зацикленное будет происходить только, когда мышь наведена на иконку. Если я мышь уберу, зацикленное прекращается. И также здесь можно установить Delay. Дальше есть вот такой вот эффект. Эта иконка проигрывается. Когда я мышь убираю, она проигрывается в другую сторону. И здесь есть еще вот такой вот эффект. Когда мышь наведена, иконка в одну сторону и в другую сторону проигрывается. Именно при наведении мыши. В общем, здесь, по-моему, есть все варианты, какие только могут быть. Для теста, как это на сайте на фронте работает, я выберу Loop. И на этом уровне мы можем просто обновить, сохранить страницу. И давайте я обращусь к этой странице. Вот страница подгрузилась. И вы видите, зацикленная анимация. Работает. Здесь все хорошо. Теперь давайте посмотрим, как работать с Elementor. Здесь иконку вы настроили, либо вы, если конкретно настраиваете для Elementor, значит, вы здесь переходите в любую иконку, настраиваете здесь и цвета, размер и так далее. Потом вы скачиваете данную иконку и загружаете ее в готовую под Elementor. Настроили иконку, и шорткодом ее надо вставить. То есть я, если вставляю ее в страницу, то вот здесь есть шорткод. Несколько неудобно будет здесь вам пользоваться этим плагином, если вы хотите именно для Elementor это сделать. Ранее у меня уже был урок про Lottie анимацию, про плагин, который заточен именно под Elementor. Вот он вам подойдет больше, если вы хотите работать только с Elementor. Этот урок я записываю, что именно под Gutenberg, что он заточен именно сюда больше. Поэтому здесь я и делаю акцент насчет Gutenberg. Итак, копируем или просто можно нажать копий, шорткод, скопировать шорткод. Все, он у нас в буфер обмена поместился. Здесь я могу выйти с этой страницы. У меня есть главная страница, которая создана за счет Elementor. Я перехожу в ее редактирование. У меня есть некий блок, куда я могу уже поместить иконки. Слева я ищу шорткод. Просто я могу написать шор. Вот появляется иконка Elementor шорткод. Этот плагин перетаскиваю туда, куда мне нужно. И вот появляется опция для встраивания шорткода. Я вставляю, вы видите, иконка у нас вставилась. Можем обновиться. Вы видите, здесь органов управления у нас с вами нет. Поэтому для Elementor это будет несколько неудобно. Но просто я хочу вам показать, что это работает и здесь тоже. Давайте я перейду на главную страницу. Вот вы видите, иконочка работает. Но даже если вы будете использовать этот плагин, как быстро, по сути, в другие вот у нас три ячейки, вот три иконки сделаны, да, как и быстро к ним обратиться. Вы переходите просто в другой вкладке браузера, в Media Manager, кликайте по иконке. Нам просто нужно скачать, скопировать название другой иконки. Здесь я правой кнопкой мыши кликаю по карандашу шорткода и выбираю из контекстного меню дублировать. Далее этот плагин переносим сюда. И здесь я проделываю то же самое. Получаем четыре иконки одинаковые и захожу в режим редактирования второй иконки. И здесь внимательно нам нужно удалить название. Название у нас начинается вот отсюда и до точки JSON. Только название вот так вот я удаляю и вставляю название другой иконки. Вы видите, здесь она уже подгрузилась. То же самое по аналогии вы делаете для других колонок, если у вас задумано вот так же, как у меня. Прямо в шорткоде вы можете менять и другие параметры. Например, loop, зацикленность у нас вот находится здесь. Просто по-английски нужно правильно написать там hover, например, чтобы эта иконка работала только hover. Дальше, размер. Вы видите, прямо здесь в шорткоде это тоже можно менять. Теперь давайте поговорим про другие сервисы анимации. Например, это lotifiles.com Об этом сервисе у меня был тоже видео ранее. Просто хочу показать, что этот плагин, который мы с вами разбираем, он работает с любыми файлами loti-анимации. Единственное, что мы только не сможем через этот плагин настраивать там цвета и так далее. Например, что-то более серьезное. Например, 3D loti. Например, вот эта вот анимация. Я по ней кликаю и просто скачиваю. Также и ссылку здесь можно получить. Но я скачаю, вот он, loti.json. Нам говорят, что нам нужно авторизоваться. То есть здесь нужна регистрация. Можно через Google или Facebook. Итак, я захожу в Media файлы WordPress. Вот у меня данная анимация. Я даже поменяю название, чтобы ее не заблудиться. И перетаскиваю сюда. Название у нас с вами есть. Например, в Elementor, да, можно прямо тот же шорткод дублировать. Переместить его сюда. И здесь я просто поменяю название, как вы уже это видели ранее. Аккуратненько. Удалив только название. И поставить три пятерки. Размер у нее 200. Смотрите, прямо здесь Size это размер. 200. Поставим 500. Если надо, даже 600. Давайте обновимся. Пойдем на фронтальную часть сайта. Обновимся здесь. И увидим, что прекрасно работает. Лотти анимация. Более серьезные такие анимашки. Красивые, симпатичные через этот плагин. На этом здесь все. Надеюсь, для вас урок был полезен и понятен. Увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok